Что же нового сегодня произошло на рынке? Самые свежие новости из Forex индустрии в ближайшие минуты. Здравствуйте! Директор по связям с общественностью Kiwi Константин Кольцов на днях сообщил о том, что компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака BitRubble. Kiwi недавно зарегистрировала на себя домины BitRubble.com и BitRubble.org, а также BitRubble.rf и BitRubble.ly. А регистрация товарного знака – следующий шаг в этом направлении. Для эмиссии BitRubble и Kiwi намерена позаимствовать технологию блокчейн у разработчиков биткоина, самой известной на сегодняшний день криптовалюты. Кроме того, также рассматривается возможность применения технологии BitShares, в основе которой лежит идея децентрализованной криптовалютной биржи. Предполагается, что новая криптовалюта будет использоваться не только в сегменте B2C, но также для расчетов между юридическими лицами. В этом отношении Kiwi делает ставку в первую очередь на продавцов цифрового контента. Брокер Northern Trust запустил новую платформу CompleteFX. Это автономный валютный продукт, ориентированный на инвестиционных управляющих, который упорядовывает исполнение сделок, маржинальную инфраструктуру и другие технологии в рамках предоставляемых группы компаний-услуг. CompleteFX прежде всего ориентирован на инвестиционных менеджеров, которые смогут получить передачу инструкций от клиента поставщику, перевод инструкций валютной сделки, настраиваемую программу работы с блоком счетов, исполнение сделок и подробные отчеты по транзакциям. При использовании CompleteFX торговые сделки клиента проходят через интегрированную глобальную платформу Northern Trust без каких-либо преград в условиях полностью автоматизированного процесса. Платформа поддерживает гибкую маршрутизацию ордеров и вариантов торговли, что дает полную свободу действий при неттинге транзакций, а также в выборе сроков и способов исполнения. Euronext, крупнейшая биржа Европы, запустила новый торговый инструмент Benefit Equal Weight Index. Он включает в себя 40 самых торгуемых на бирже компаний, среди которых бельгийские и голландские индексы Bell20 и IAX. Euronext решила собрать часть своих самых популярных инструментов в единый индекс. Лисовая переоценка в рамках среднеизвешенного индикатора будет проходить на квартальной основе. Несмотря на то, что он задумывается как популярный инструмент для торговли, новый индекс может выступать и в качестве базового актива для фондов ATF и прочих инвестиционных продуктов. Помимо запуска, Euronext также предоставила инвестбанку NetXis лицензию на индекс Benefit Equal Weight, чтобы дать ему возможность создать структурированные облигации. На этом наш выпуск «Форекс Индустрии» подходит к концу. С вами была Дарья Владыченко, специально для Dukascopy TV. Прекрасных выходных до понедельника!